Здравствуйте! С вами Ари Каган в эфире городские новости Нью-Йорка. Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 16 декабря в госпиталях штата находились 3489 пациентов с диагнозом коронавирус. 5,29% тестов на коронавирус вернулись в этот день с позитивными результатами. 47 жителей штата Нью-Йорк ушли из жизни с 16 декабря из-за COVID-19. Только за один день вчера в городе Нью-Йорке было зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом. В подавляющем большинстве случаев это был южно-африканский вариант – омикрон, который считается хотя и менее болезненным, но гораздо более стремительно распространяется в нашем штате. Полностью вакцинированы в штате Нью-Йорк уже около 70% жителей штата. Консервативная газета «Нью-Йорк-Пост» призывает губернатора штата Кейти Хоку не поддаваться панике, следовать примеру штата Флорида и Техас и делать акцент на тестировании и соблюдении правил дистанцирования и дезинфекции, а также на добровольной вакцинации населения. Но газета «Нью-Йорк-Пост» призывает губернатора не объявлять никакого полного карантина и ни в коем случае не вводить новые жесткие запреты или закрывать ряд индустрий или офисов. В минувшую среду город Нью-Йорк объявил, что за один день в городской системе школ было зарегистрировано 546 новых случаев заражения COVID-19. Это на 150% выше, чем было за месяц до этого, когда ежедневно регистрировалось 220 случаев заражения COVID. В среду 15 декабря были в результате закрыты 877 классов. Для сравнения, 15 ноября закрывали для занятий 189 классов. Но вчера и департамент образования города, и мэр города Билдеблазио старались успокоить родителей и учителей и говорили, что не планируют переводить всех школьников на виртуальное обучение, как это было в прошлом году и начале нынешнего года. Вот цитата с пресс-конференции мэра Билла Деблазио. У нас в городе около 1600 школ, только одна из них сейчас полностью закрыта. И временно сейчас закрыты только 1,4% всех классов. Подавляющее большинство случаев заражения в наших школах с легкими симптомами. И после временного карантина дети возвращаются здоровыми. 100% школьного персонала получили необходимые вакцины. И подавляющее большинство детей и школьников тоже соблюдают правила дистанцирования, носят маски и мы проводим дезинфекцию помещений. В общем, оснований для паники нету, сказал вчера мэр Билл Деблазио. Новый комиссар полиции города Кишан Сюэл, которая была назначена мэром-электом Эриком Адамсом, в первом же телеинтервью заявила, что полностью поддерживает намерение Эрика Адамса и вернуть обратно подразделения полиции в полицейских участках, которые будут работать, одеваясь в штатское. Кроме того, она заявила, что мэр-элект Эрик Адамс будет лоббировать легислатуру штата и губернатора для изменения бейл-реформ, реформу правил внесения залога для освобождения из-под стражи до суда подозреваемыми в совершении преступлений. И Эрик Адамс и Сюэл считают, что необходимо предоставлять судьям возможность держать под стражи тех задержанных, кто представляет угрозу для общества и имеет предыдущие судимости. Также она заявила, что планирует регулярно встречаться с окружными прокурорами пяти районов города для того, чтобы обсуждать общую стратегию борьбы с преступностью. Судя по всему, новый комиссар полиции Кишан Сюэл настроена очень решительно. Несколько бродвейских шоу с сегодняшнего дня временно закрылись на 10 дней из-за нескольких случаев заражения COVID-19 в труппе артистов или среди работников сцены. В частности, закрылись такие бродвейские шоу, как «Хамильтон», «MJ The Musical», «I'm Too Proud», «Doubt Fire» и «Tina». Речь идет о 97 тысячах рабочих мест. Как раз речь идет о бродвейских шоу и мюзиклах. Им введена теперь еще и проверка вакцинации не только у взрослых зрителей, но и у детей. И обязательно ношение масок всеми зрителями во время этих бродвейских шоу. Вчера общественный адвокат города Нью-Йорка Джумани Вильямс сообщил прессе, что он получил позитивные результаты тестов на коронавирус, хотя ранее был полностью вакцинирован. Он также добавил, что чувствует себя нормально и что болезнь его протекает с очень легкими симптомами. Судя по всему, у него омикрон. Общественный адвокат Джумани Вильямс, кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк, является сторонником агрессивных мер по вакцинации, тестированию и ношению масок и постоянно призывает организовывать тестирование от COVID-19 прямо на дому. В Нью-Йорк и Вашингтон часто приезжает вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло. Она много делает для сближения и укрепления экономических связей Украины и Америки. И она благодарит русскоязычную общину США за постоянную поддержку Украины в ее борьбе за самостоятельный выбор своего будущего. Смотрите сегодня в 6 часов вечера на канале RTN мою передачу «У нас в Америке», где гостем будет Галина Хейло, одна из руководителей Ассоциации украинских банков. Серьезные протесты были вчера со стороны ряда политиков и религиозных деятелей против открытия двух новых мест для так называемого безопасного получения сильных наркотиков в Гарлеме, где по решению мэра города Билла де Блазио открылась специальная клиника, где наркоманы могут под наблюдением медсестер вкалывать в себе инъекции героина и других сильных наркотиков, чтобы избежать смерти от передозировки. Группа афроамериканских пасторов, ряд депутатов от Гарлема, а также конгресс-вумен-республиканец Николь Малиатакис от Стеатана до Южного Бруклина призвали городские власти открывать вместо этих специализированных клиник по безопасным инъекциям героина, вместо этого открывать наркологические диспансеры в городе и делать все возможное для лечения наркоманов, а не для того, чтобы их поддерживать в том, что они делают сейчас. С вами был Арий Каган, и будьте, пожалуйста, здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова